всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня у меня снова будет домашний влог я сейчас иду готовить обед и хочу вам показать одну идею для заготовок ну да для заготовок заморозок на зиму я уже давно это делаю так что сейчас вам все покажу сейчас же идет скоро ну сезон скажем так заготовок у кого-то уже начался у кого-то он предстоит я вам хочу такую день я снимала она не остался один пакетик здесь у меня это такая заправка для борща здесь у меня зелень помидоры свекла и морковка вот так вот я складывала по пакетику как бы на одну порцию и потом просто варю из этого суп очень быстро удобно и вкусно получается вот такой вот супчик у меня выходит из него я не добавляю сюда когда делалось таких заготовок капусту у меня получается такой скорее свекольник даже наверное просто добавляю картошку добавляю что специи чесночок и вот такая вот вкуснятина получается до бросая в бульон вот отвариваю бульон и прямо в бульон я бросаю вот такой вот не размороженный даже просто бросаю если мне меньше кастрюлька я просто ножом вот так разрезаю пополам и беру на меньшую кастрюльку можно добавлять капусту можно без капусты просто вот возьмите на заметку если у вас есть где хранить заморозки то можно сделать вот такую вот и это получается очень быстро удобно и не знаю просто вот буквально там меньше намного времени занимает на то чтобы сварить суп у меня остался один последний пакет и вот еще сейчас я сварила супчик борщ надо сказать но я бы назвала бы это больше свекольник потому что я считаю не добавляю капусту потом видите такой получается зелень уже которая была в заморозке картошка и специи соответственно чем я каждое лето делала вот такие заготовочки потом покажу ну из того что есть грубо говоря потом покажу какие в этом году буду делать и на зиму мне хватает но я делаю много сразу так друг на друга складываю вот а мясо из супа я уже говорила что мои домашние не едят мясо в супе и я сейчас буду фаршировать вот такие лодочки из баклажан здесь вот я на сковородочке обжарила вот это мясо которое снялось кости с лучком буду сейчас складывать вот сюда противень я смазала маслом и сверху вот такой вот заливкой баклажан у меня предварительно отваренный что можно было достать сырцевину как сделать лодочку здесь у меня яйцо и сыр натертый на терке можно добавлять сюда майонез но у меня к сожалению майонеза нет вот сметана у меня сейчас пойдет на борщ моим мужчинам так что ну к борщу правильно сказать вот и сверху буду засыпать и ставить духовку где-то на полчаса при 180 градусов получается просто супер вкусное блюдо вот такие вот они получаются и сейчас отправлю в духовку и все и очень-очень вкусно у нас еще в саду растет вот такое дерево карина называется очень вкусные у него ягодки сейчас покажу вот такие ой как я их люблю обожаю они конечно я знаю что есть кто не любит эти ягоды обожаю уронил вот дерево большое еще птички любят эти дерева кушать мы вот тут пониже а они вон там высоко вот мои птички тут тоже их едят вовсю наверху как раз птичкам а это нам а мы лусин и пупсень лупсень и пупсень да они из мультика вот видите какие очень вкусные ягодки да постепенно созревают эти маленькие тут ходят ягодки собирать молодец и кушает и кушаешь эти ягод это и ягодки только на басни�х остались а вот мои птички ягодки У нас тут мальчики такие умнички. Мы тут по заднему двору забор доделываем. Она их охраняет. Ты охраняешь их. Чтобы они не хулиганичали. Поставили такую металлическую штуку. Они красят. Умнички просто. Золотце наше. Какой-то специальной краской черной. Это у нас тут растет терн. Мамы его так называют. Такие мелкие сливы. Там тоже слива. Это, кстати, старый туалет. Деревянный, кто помнит, мы его хотели сносить, но решили оставить. И вот там, когда строили дом, слива там раньше была, она испортилась. Умнички. Ну просто золотце не дети. Да? Лёвушка. Мы тут рабы. Рабы они тут. И ты так каждый раз с кисточкой ходишь туда-сюда, что ли? Да. Не, чтобы себе в крышечку отлить. Да, ну, нам его так нужно. Ну, понятно. Вообще, молодцы. Потом хотим что-нибудь посадить. Ещё не решили. Яблоньку какую-нибудь. Ну, запор сделается. Видите, тут засыпали мусор. Надо будет убрать. Чего-нибудь будем всё сажать. Да, Боночка? Ты их контролируешь? Они правильно красят-то хоть? Молодцы. А мама, у меня тут занимаешься рукоделием. Где ты делаешь? Да не совсем. Не совсем рукоделием. Ну, что, не рукоделием, что ли? Мама, как всегда, всё шьёт. Да. Да. В общем, я делаю подушки. Подушки делаю под... У нас там стулья такие есть. Стоят на беседке. Вот. И они как-то не очень удобные. Мама решила, в общем, для них сделать подушечку. Да. Ну, не совсем. Вот у меня вот такая вот штучка есть. Это подложка под ламинат. Да. И вот когда делали ламинат, вот остались шикарные кусочки. Антон, их, зять мой, решил выкинуть. Ну, как это вещь-то? Вот. И, в общем, я его хранила. Вот один кусочек, второй там. Ну, там ещё один, ещё один. И я буду делать из них подушку. Вернее, у меня была подушка. Вот такая вот. Вот такая вот я себе сделала маленькую подушечку. Вот такая вот она. Вот. Это я её использовала, вот когда с Владиком гуляла. Он был в коляске. Как раз вот осенью. Ну, вот ходишь, ходишь. Вот. Надо где-то упасть. Посидеть. Вот. И вот это. И у нас тут скамеек-то нету. В основном такие, знаете, на камушке там всякие какие-нибудь. И тепло. То есть не чувствуется холод. Что самое главное для женщины? Вот я её вот такую себе сделала. Вот. Она у меня, считай, сколько у нас? Четыре года. Вот. Вот четыре года. Она не стёрлась. Она, правда, уплотнилась. Ну, как бы материал-то хороший. Ну, как-то выкидывать. Ну, как-то на костёр. Ну, уже, в принципе, подложка. Ну, не сминаемая, не трётся ничего. В общем, я вот такую себе сделала подушечку. Потом вот такую вот. Вот такую вот сделала. Ну, она уже, видите, вся уже выгорела. Всё. Уже всё порвалось. Вот. И теперь вот ещё кусочки. Ну, чё ж выкидывать-то жалко же. Вот. В общем, ты их кладёшь вовнутрь в качестве наполнителя вот эту штуку. Да. Да. Понимаете? Всё дело в том, что вот если бы не было бы вот старого дома был, где можно всё пошкерить, вот. Зярье уже давно бы выкинул бы. Всё. Это 5 секунд собирается. Они смеются надо мной, а сами будут попу кидать сюда. Вот. В общем, вот такая вот штука. Минимализм – это не про мою маму. А что это такое? Что это такое? Ну, это когда всё пусто, всё выбрасывается. Нет, ничего выбрасывать не надо. Просто не в то время вы живёте, когда что выбрасывать. Там всё, пакетики стирать. Чайные пакетики, когда первый раз появилось, сколько раз мы их заваривали, эти пакетики? Раз по 10. Вот. Я вам хочу показать. Так и живём с мамой, в общем. Да. Пакетики раньше эти салфановые стирала, сколько у меня их там висело. Мама до сих пор стирает, если что. Да. А ты эту знаешь? Да что, я не вижу, ты на жосминок вешаешь. Я прятала, прятала. Вот я вам сейчас покажу. Не, ну это кто ремонт делает, вот эта штучка. А так-то покупать не надо. И выкидывать ничего не надо, всё пригодится. Главное руки. Вот я вам сейчас вот отрежу. Рваная, вся выцвешшая. Это тоже с какого-то матраса, с дивана какого-то. Да, у нас даже ткань расползается. Да. Вот видите, как я его вот сложила. Вот за сколько, я даже не помню. Года три. Это я уже второе делала. Видите, она какая? Вот она плотная. И сидеть хорошо, высоко. Вот. Вот я её сейчас вот вытащу. Не уличная она получается. То есть, если она мокнет, ничего страшного. Да. Потому что перьевая, она пока высохнет. Пролон, это как вообще неизвестно. Она, он весь крошится от солнца. А этот там, вот посмотрите. Вот я так её сейчас обжиг и всё. И вот у снова подушечка. Подушечка. Да. А ещё, кстати, мы с мамой хотели вам показать. Помните, на Хёрбе мы заказывали шампуни. Прошлую посылку. И до этого вот такой. Ну, здесь был шампунь, бальзам и маска. Мама не пользуется, кстати, ни бальзамом, ни маской. Как выяснилось тут у меня. Да, я виновата, я каюсь. Каюсь. Я на полочку положила и забыла. Ну, вот да. Вот извиняюсь. Да, есть такое. Вот получилось. Маме иногда покупаю, покупаю всякие маски, там, кремушки. А мама положила. А я их убираю? Думаю. А ты мне ничего не покупала. Да. Ну, как бы да. Вот. В общем, маме понравился, мне не понравился тогда вот это вот, вот эта марка. Маме тогда понравилось. Волосы рассыпчатые, пушистые, всё хорошо. Но вот это нам понравилось с мамой больше, намного. Тоже хорошие. Тоже хорошие, волосы мягкие, пушистые, но при этом они, во-первых, послушные, а во-вторых, долго... Не грязнится волосы. Да. И у меня то же самое. И на мои повреждённые волосы вообще отлично питает. Концы не сухие, да? Да. И при этом голова остаётся долго чистая. Да. Мамам обычно уже на второй день надо мыть голову, а так мама три дня. Нет, на второй день, да. Даже больше. Если вот, например, кепку одеваешь, она же сразу же, это самое, в принципе, грязнется, да. А ещё чем они хороши? У меня волос мягкий, тонкий. И я когда утром встаю, у меня вот такой эракет стоит. Вот просто, вот панки отдыхают. Просто они у меня вот так вот все стоят. Вот просто стоят. Я беру, ну, когда там, вымою всё, потом расческа вот так вот намочу их, волосы намочу и оставляю высохнуть. Высыхают. Уложила я их мокрые и всё. Как укладку сделала. Некоторые шампуни вот бывают, вот они, раз-раз-раз их мокреньким сделаешь, эракет собой убираешь, и они получается, как, не знаю, как машины. Ну, такие, ну, не расчесываются. Нет, они расчесываются. Сосульками висят. Сосульками висят, правильно. Вот. А это вот они как будто вот их голову вымыло. То есть уложили. Так что нам с мамой очень сильно понравились. Я вам оставлю ссылки. Это на iHerb я заказывала. Самое главное, девочки, у меня после операции стали выпадать волосы. Очень сильно. Очень сильно. Я не знаю, с чем это связано. Ну, в общем, ясно, понятно, организм сбунтовался. Вот. А потом, когда стала вот один мыть, второй мыть, да, я еще до Наташи попросила, я говорю, может быть, ты мне маску какую-нибудь, вот что-нибудь вот намазал. Я как бы маме купила, да, только мама не пользуется. Нет. Ну, намазал там, например, там пакетик одел, там полчаса походил, чтобы не выпадали. А то выпадали. Вот я даже иногда смотрю, вот даже видео смотрю, а у меня прямо аж кожа видна. Мозги, мозги чуть светятся. Я очень расстраивалась. А потом, вот стала вот одним, попользовалась вторым. То есть, вот я даже расчесываю, ну, нет. Все меньше. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, это солнце. Может быть, это то, что я эти витаминцы и жжу. У меня смородина поспела, черная. Я ее безумно люблю. Я ее три раза в день ем. И крыжовник. Эти не едят молодежь, не ест черные ягоды. Невкусные. Я его просто ем. У меня сладкая смородина черная. Мы ее только замораживаем, а варенье не варим. Потому что варенье... У нас не едят. Не едят у нас варенье. Я еще старая, по-моему, этому сколько уже? Четыре года, по-моему, варенье еще доедаю. Ну, вот. Может быть, от витамина С. Может быть, от солнца. Может быть, организм сказал, что все, он устал, поборолся. В общем, отдохнул. Ну, да. Либо из-за того, что лето витаминчики. Либо это какой-то период. Либо это действительно шампунь. Хотя здесь не заявлено, что они против выпадения. Они просто содержат, видите, органовое масло. Может быть, это. Может быть, оно повлияло. Ну, волосы очень классные. Мне тоже нравится. Там, кстати, да, есть маленьких объемов. Вот у меня здесь 473. То есть, считайте, по пол-литра. Ну, так как мы с мамой вдвоем моемся, нам как раз. Да. Вот. Так что так. Так что волос, да, у мамы все меньше и меньше. Ну, это, конечно, могло быть вызвано и выпадение. Могло быть вызвано и наркозом, и болезнью, и всем чем угодно. Лекарствами. Лекарствами, да. Лекарствами, да. Наркозом, скажем. Но все равно. Все равно. Да. Все равно. Они, когда у меня было это все, когда операция была, и всю весну вылезали. Я уже думала, ну все. Лысая бога. Пепочки. Ну, вот. Нет, ну, не знаю, девочки. Ну, во всяком случае, хорошая шампунь. Да. Я теперь уже не моюсь, нет, у них один шоудер, снеются. Да, так что мы с мамой рекомендуем. Ну, мама моется в семье, которые я моюсь, тоже. А я все, что попадет. Я буду этим моюсь. Да, я думаю, что маме мои некоторые не нравятся, потому что от них у мамы голова пачкается. Потому что у меня жесткие волосы и пористые, мне наоборот такие более масляные, я люблю такие более тяжелые, шампуни, бальзамы. А у мамы тонкие волосы плюс короткие, поэтому бывает такое, что некоторые не подходят. Не подходят, бывает, чешутся, вот прямо. А мне хорошо. Да, это самое бывает. И даже и как перхоть идет, просто непонятно. Такие непонятки. Так что вот так вот. Ну, вот этот вот, это, кстати, не так часто у нас получается с того, что нам шампуни, бальзам очень понравился обоим. Обычно маме нравится, мне нет. Мне нравится, маме нет. Все так, все мамы такие. Выкидывать жалко. Ну, я даже не понимаю этого. Так что, девочки. Ой. Так что мама тут рукодельничает. Мне как-то ей. Вот тоже, между прочим, спрашивает, когда будет у нас кулинарный влог. Надо в магазин, надо майонез купить. Майонеза не могу допроситься. Да, я против майонеза, мама у меня все время. Я говорю, купи ты ведерко. Ведерко купи, маленькое, по полкило. У меня 5 килограммов. Купи ведерко. Я его спрячу, есть другой холодильник. Я его спрячу, никто не будет есть. Я его там заныкаю в собачьей еде. За кастрюльками. И все. Никто не будет есть. Я буду... Осталось что-то. Раз, 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 раз. У нас 4 мужика. 4 мужика. 2 почти взрослых. Ладно, мы не едим. Ладно, я это самое... Я теперь худею. Я теперь худею. Да, мама поправила. Я поправила. Да, девочки, вы правильно заметили. Я к маме пошла, прочитала комментарии. Мама, ну все. Мама ужинать перестала. А я ужинаю. А все из-за чего? Я вам сейчас скажу. Сорвалась я на шоколадке. Да? Да. Съела я шоколадку. А в одну харю. Целую шоколадку, что ли? Целую шоколадку, девочки. Не поверите. Это жуть. Съела ее, а потом, самое главное, что я стала поздно очень ужинать. Я стала ужинать с ними. А они ужинают совсем. Вот как Антон приходит. По-восьмого. Вы понимаете? И я стала вот это поздно ужинать, и все. И кефир не помогает, и это все. И я теперь все. Я теперь кончила. Вот гречку себе сварила. На сколько это поправилось? 4 килограмма. Песец. Ну вообще. Ну вообще ужас какой. Это вообще. Я даже... Ох... Да. Вот такая, кстати, подушка. Она пока болтала, уже почти сделала. Осталось прострочить, да? Нет, это буду... Мне не подсовывается машина. Вот и все. Вот, девочки. Вот так вот. И вот такая она. Ну правда, она великатная. Ну ладно, это уж так вот. А это плюшка. Плюш, плюш. Синтетический. Такую ткань покупала. Самый дешевый, да? У нас там магазинчик есть, такой дешевой ткани. Вот. Вот и все. В общем, вот такая вот мама у меня рукодельница. Ну и на сегодня мы будем с мамой с вами прощаться. Да, мам? А я пойду тебя доделаю и пойду вышивать опять. Там немножко. Вот столько осталось. Да. Время поджимать. Да. Так что не забывайте подписываться на наш мамой канал. Ставьте пальчики вверх, нам это очень приятно. Оставляйте свои комментарии. Мы с мамой всех любим, целуем. Да. И до новых встреч. Пока-пока. Да.